Здравствуйте, дорогие слушатели! У микрофона Константин Суханов. У меня в руках очередной эксклюзив для вас, мои дорогие хорошие люди. Аудиокнига выпущена при поддержке автора. Соло. Спасибо. Приятного прослушивания. Поехали. Автор Соло. Рассказ «Случайно». Он приехал, чтобы скрыться, но с удивлением обнаружил, что здесь течет интенсивная и деятельная своя жизнь, которая не имеет ничего общего с туристами. Люди, что обосновались, работают на острове и почему-то не рвутся на материк, хоть от него и зависят. Они не едут сюда отдыхать, а именно живут или приезжают жить. Не стараясь приукрасить свою повседневность или наполнить ее очередным смыслом, не удивляют других. Тихо. Того у них все основательно и значимо. И смотрят они на тебя вроде мельком, а цену тебе сразу знают, какую стоишь. Без ошибки. Его никто ни о чем не спрашивал, кроме анкетных данных. И подобное не любопытство обескураживало. Он-то привык, что им интересуется. Он жил в гостевом домике вместе с другими желающими побыть на острове в естественных условиях. Ему никто не мешал, ведь он никого не воспринимал всерьез, считая окружающих случайными знакомыми. Он тяготился условиями жизни на острове. Скука смертная, совершенно нечем заняться. Но ему необходимо было спрятаться от друзей и подруг, приятелей и приятельниц, друзей и подруг, приятелей и приятельниц, и приходилось терпеть. Просыпаясь, обозревать необычные с непривычки просторы острова, здороваться с каждым встречным и поперечным, выполнять нехитрые обязанности общежития и бродить, бродить по дорогам и тропам с горьим равнином вдоль и поперек. А на следующий день делать то же самое. Со скуки он взялся за карандаш и, бывало, с разных точек зарисовывал то церковь, то мельницу, то причал. Благо, что погода по здешним меркам была хорошая. Солнце случалось, появлялось из-за облаков и туч. Дождь не затягивался на весь день. Ветер с озера не дул, а, как выражались здесь, тянул. Вода его завораживала. И в хорошую погоду он подолгу сидел на берегу, бесцельно глядя на спокойную гладь озера. Или слушал волну, что билось о камне берега. Можно было взять лодку и погрести, но перед кем здесь красоваться. Туристов, сновавших повсюду, он избегал. А постоянные люди на острове словно умаялись и не склонны были к болтовне. И дел к ним у него не было. Впрочем, гостевой домик пустел и заполнялся вновь, а он оставался. Не то, чтобы ему хотелось остаться, но как подходил день отъезда, все складывалось как надо. И погода, и настроение. Чего ж уезжать? И вновь он оставался, а погода портилась, а с ней настроение. Что делать со своей жизнью он не представлял. Так прошло лето, и давно отпала необходимость скрываться, да и не было ее. Это он понял, борясь со скукой существования и тоскуя по другой жизни. Он был обижен тогда и устал. Теперь, наверное, забыт. Уже можно бы и домой. Почему же он не трогается с места? Осень пришла неласково, с ветрами и неспокойной тяжелой волной. Теперь местные стали отговаривать его от отъезда. Советовали переждать волну, а тут к нему подошла отъезжающая с предложением. Если он хочет остаться до следующего лета, может приглядеть за ее домом. Не даром, конечно. Сходу договорились, когда приедет, что привезет. Как ни странно, сразу стало спокойнее. Появилась причина остаться. Хотя какая к черту причина. Когда это он делал что-нибудь не для самого себя. И сейчас согласился из-за любопытства и ради разнообразия. Но и привык. Иначе как объяснить то, что он по доброй воле засядет здесь на всю зиму? Это тоже молодец. Сунула ключ и рванула на катер. Хозяйка. Хорошо хоть рукой указала который дом ее. Такой, конечно. Тяжелая волна ерунда. Это его берегут. Перебираться пришлось через пару недель. Навигация закончилась. Гостевой домик закрыли. Дом был старый, темный, с островными удобствами. Электричество. Не так далеко общий колодец позади баня. А еще он оказался на редкость спокойным. Особенно по вечерам и ночам. Хотя ветер бил в окна. Но и в печке дрова потрескивали. Одиночеством он не мавился. Днем это было невозможно. Или приходили за чем-нибудь. Или под предлогом. А в итоге три недели. Часами о том, что наболело. От бытовых мелочей до научных изысканий и художественных устремлений. Если он не сидел дома. Его останавливали на улице. Зазывали к себе. И заканчивалось тем же. Невольно. Он полюбил одинокие вечера. Которых выпадало не так уж много. Тогда-то он мог делать, что хотел. Читать. Рисовать. Рисовать. Ходить по комнатам. Вспоминая то одно. То другое. Да что угодно. Дом в две просторные горницы из проходной кухни ему нравился. В связи с ним он впервые и подумал о хозяйке. А потом она прилетела на пару дней. Простывшая. И пока вытапливалась баня, все время куталась и жалась к печке. Сначала она его отправила мыться. После него сама пошла и пропала надолго. Видно, парилась. Приползла, выпила чаю и завалилась спать с головой, укрывшись толстым одеялом. Когда он подходил и спрашивал, не нужно ли чего, она не сразу посторонним голосом отвечала. «Не, отлежусь, пойдет. Не бойся, проскочу. За печу смотри». Приходящих весть о ее болезни не трогала. Послушают, пожмут плечами, скажут, мол, отлежиться и дальше под чаек свое выкладывать. Знатный чаек у хозяйки, мол, нигде такого не найдешь. Следующим днем ей и правда полегче было. Глядела поживее, хоть простуда никуда не делась. Ей пора было возвращаться, и забрав новый список нужного ему, она улетела, предупредив, что в следующий раз сможет появиться перед Новым годом. Да и то, если место в вертолете будет. Продукты и вещи передаст, пусть не волнуется. Прощаясь, улыбалась, как-то не так, мельком глянув ему в лицо. Новый год. Как известно, праздник семейный, и встречать его надо в семье, в своем доме. До полуночи приходили за новостями, по поручению или просто так. Готовилось застолье, и он был вовлечен во всю эту кутерьму. Разумеется, началась болтовня на часы, прерываемая уходящими, приходящими, взрывами смеха и разными новостями. Ему все было дивно. Вроде остров со всей страной готовится к встрече Нового года. Наряжают елки, варят, парят, а будто озерный лед отгородил остров от всего. И тот опять все делает по-своему, значительно и основательно. Новый год довелось ему встречать только с хозяйкой. Перед полуночью гости-не-гости выхателись на улицу, заклиная удачу на предстоящий год, а заодно запуская фейерверки. Они сидели по разным сторонам большого стола, слушая уличные крики и хлопки петард. Он знал любовь, симпатию, дружеское участие, но ничего эти понятия не объясняли, это были абстрактные понятия. А перед ним сидела женщина, простая и основательная, как деревянная дверь в этих старинных домах, ради которых туристы приезжают на остров. Женщина, которая с самого первого дня вела себя не по-женски, не кокетничала, не ставила условия, не играла на чувствах, не обещала и не брала обещаний, то есть не любил вовсе. Тем не менее, занимала не последнее место в его жизни, потому что, ну… Нашел, что искал? Спросила она просто, будто бы они были не одни, не молчали. Искал? Нахмурился он, селись поймать обрывок ее мысли. Ну да, все приезжают сюда за тем, что не могут найти. И ты? Само собой. Она глянула на него, как все они, мельком, и сказала небрежно. Я дважды вдова. Мой муж умер в первую брачную ночь, хоть мы до того жили два года. Ребенок у меня был. Умер, когда только полтора года перевалила. Второй муж на рыбалке утонул осенью. Нет, не здесь. Потом. Не сразу. Наш с ним сын заболел. Не спасли. Она вновь глянула на него, и слова сочувствия замерли. Так что мне есть что искать. Тем более, я отсюда. В старину говорили бы, что Бог не хочет. Монастырь спасения. А сейчас такой веры нет. Да и язычница я, видишь? И она высунула еле заметный за губ язык. Маюсь. Никогда он не думал, что болью отзовется в его душе чужое страдание, открытое в нескольких скупых словах, сказанных небрежно посторонним тоном. Да и еще с попыткой пошутить. Да чего же цельный народ островитяне? Все личное камнем держат. Вдруг пригодится в хозяйстве. Он утешал и говорил много. О ее мужьях, которые были счастливы с ней. О сыновьях, что она подарила каждому ей в свой срок. О том, какая она была мать. И да утешался до того, что она начала выйти в голос. Такого он точно не ожидал и не хотел. Улей, выскочив на ночную улицу, он не понимал, что же делать. В Новый год женщина воет от боли, и помочь ей не в силах. Ни он, ни жители острова не похожа бог. Против нее, вдовы и хозяйки, он был не детсадовец, а младше воспитанника яслей. Баловень судьбы, без руля витрил, живущий так, как получится. И никакой заслуги в этом нет. Первый его выбор – это ночное и зимнее небо над головой. И женщина-дверь, приоткрыв которой он не решается войти внутрь. Через день она уехала, накануне обмолвившись о случившемся. Ты не бойся, просто накопилась. Уж не обижайся. На что он сказал заготовленное. На случай, если она вернется к разговору о себе. Ты тоже… Знаешь, на Бога надейся, а сама не плашай. Почему пословица оказалась двусмысленной, стоило ему ее произнести, он не знал. Она промолчала и уехала, а теперь уже до весны. Много он пережил, передумал за три первых зимних месяца года. Ибо в тех широтах в марте капель не звенела, мимоза не цвела. А в апреле проснулся однажды и понял – теперь пора. Как открылась навигация, вторым рейсом приехала хозяйка, глянула и улыбнулась. Нашел, значит. Что ж, добрый путь. В дорогу напекла пирогов. Провожая сказала – будет ладно, поверь моему слову. Ну, прощай. Первый и последний раз он обнял эту женщину, девочку с виду. Уезжая на материк, она приобретала легкомысленный городской прикид. Но позже он в исключительно материковой успешной жизни своей так и не забыл ни ее, ни остров, ни сиверка, ни заклички на Новый год. «Потому что… ну…» «С любовью и уважением к слушателю» читал актер Костя Суханов. Огромное спасибо любимой всей душой Майи Сухановой за женский голос. Огромное спасибо автору «Соло» за подаренный эксклюзив. Громадное спасибо каждому, кто поддерживает мое творчество. Поддержать легко. Плюс семь девятьсот один семьсот пятнадцать двадцать семь восемьдесят восемь. По этому номеру телефона легко можно отправить свою финансовую поддержку. Перевод на Сбербанк, Тинькофф, Юмани, Яндекс Банк. Если вы живете за границей, это тоже не проблема. Страничка на Бусти для всех, кто поддерживает из-за границы. Называется «Костя Суханов». Бусти. Костя Суханов. Жду вас на всех десяти официальных площадках, где я выкладываю аудиокниги. Основные, конечно, это YouTube и Telegram. Канал на YouTube называется «Актер Костя Суханов». Канал в Telegram. Называется «Аудиокниги». Читает Костя Суханов. Присоединяйтесь. Огромное спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...